Друзья мои, Ветвидный приветствует вас на Костромской земле И сейчас мы пойдем в музей сыра Посмотрите здесь какие домики в Костроме Сегодня солнечно, минус 11, все хорошо Снежку много, голубое небо Желаю вам всем голубого неба, друзья мои И хорошего настроения, хотя бы в праздничные дни Ну и сейчас мы узнаем, что там с этим сыром А вот и музей, судя по всему Там даже что-то течет Вот, отлично получается Вот и новое увлечение сегодня Можете себе найти Как бы не пришлось только домашнее животное Новое завалить А тебе понравится, понравится Да, Жанна, я не справлюсь Я чуть оторву у коровы Пропустите женщину Не тяните, да, просто сжимайте Погладить забыла? Это примерно 10-13 Ничего, ладно Так вы как каждый день занимаетесь этим Еще раз погладь А на то, сколько корова дает молока Влияет множество разных факторов Это и погода заодно И хлеба, где она летает Мы находимся в музее сыра И сейчас нам тут показали Вот из этой штучки, которая 100 лет делает масло Сюда нужно залить 40 литров молока Это все взбалтывается Сюда идет сливки Которые 20 литров сливок Которые попадают вот в эту штукень А сюда все остальное И потом взбалтывается Получается масло Вот здесь все давят А это коровка Которая дает молоко И я ее доила Это тоже пресс Видите, как много прессов Как много коровок в этом домике Уважаемые гости Напротив меня, пожалуйста, располагайтесь Сейчас мы с вами прошли мимо магазина сыра Также была там рядышком слева сувенирная лавка На обратном пути после дегустации сможете туда заглянуть Голову переворачивать вручную Чтобы молочный жир равномерно распределился по всему сыру Время возревания сыра, конечно, зависит от его сорта Например, нашему костромскому полу твердому сыру Нужно будет 40-50 суток полежать А вот сыру кармезан потребует служить 2-3 года выдержки И даже намного больше Конечно, наши костромские сырования и такие большие, как здесь показано Можно смело половинку убрать Поэтому они не могут производить сыр для всей страны Но то, что они делают, хватает в году Сыр, который называется Хасуматсу Попал в книгу рекордов Гиннесса Как самый опасный сыр в мире Этот сыр делают из овечьего молока На острове Сардиния в Италии Сырную голову оставляют отдыхать на солнышке Где ее облюбляют в сырные мухи Мухи оставляют в носе яйца Из яиц вылупляются личинки Личинки проникают внутрь сыра И выедают его изнутри, выделяя кислоту Поэтому внутри сыр становится мягким И выедят ложкой И нужно помнить, что личинки-то в нем живые Закатим его разрезать Они могут начать выпрыгивать в высоту до 15 см Поэтому режут его в очках или в масках А сами сардельцы говорят, что едят его именно живыми личинками Здравствуйте, вы кто? Здравствуйте, я кто? Я кто? Я тот, кто делается из этой коробки Я добываю молочко Так, все ли нашли себе тарелку? Мы нашли себе тарелку Они нашли себе тарелку И там одна тарелочка, пожалуйста, проходите Это сухое вино Да твое, твое А это наше Так Ну что, все ли нашли себе тарелочку? Сейчас будем попробовать Сыворотки или молока Попробуйте его Это молодой, нежный, мягкий творожный сыр Называется он моцарелла Сыр моцарелла Один из самых продаваемых итальянских сыров в нашей стране И его предлагают сопроводить орешком миндаля Да, попробуйте Есть такое правило Чем мягче сыр, тем твердым Ему должны быть добавки И совершенно наоборот Сыр моцарелла Хорошо сочетается с овощами Можно отправить его и в салаты И в пиццу Он хорошо плавится Как раз сейчас помню Сливочным маслом Аромат на стальге даже многие находят в нем Попробуйте его Этот сыр один из самых популярных в нашей стране Как думаете он называется? Костромской Костромской, совершенно верно Причем самый настоящий Костромской Из всех костромских сыров в мире Да, сыр, который посерединке Все верно И этот сыр предлагается проводить печеньем Вместо хлеба Сыр Костромской прекрасно плавится Можно его и на бутерброды И в салаты И в макароны И в запеканку И в пиццу Кстати, провожоры Специалисты по сырам Говорят, что сыр хлебом не едет Все-таки такие стучи Сзади Будем вас дальше удивлять И следующий кусочек сыра Вы найдете справа Над маленькой дырочкой Кусочек справа Накалывайте на Не спаржинника А с грецким орешком Совершенно верно Понемте, попробуйте Не только аромат, но вкус И послевкусие Правда, будет грецкого ореха Ну а чтобы усилить этот вкус Добавьте к нему грецкий орешек Чтобы получился орех-орех Ну а называется этот сыр Очень нежным Милым названием Называется он Малыш Слышали о таких сырах? Это вот такие вот Сырные шары В температуре 20, 30, 40 минут Вот тогда сыр проснется Сыр спасел Или заплакал Про него говорят Когда у него все зимы появляются Вот тогда он откроется вам В полном своем вкусе И аромате Так что пользуйтесь Этими правилами Ну а в казке сыр Называется он Сулугуни Да, в сулугуни Бывают свежие, рассольные Или копченые Как в данном случае У вас сейчас Это сырные косички Сырные палочки Бочонки Чечил Сырные салфетки Сырные рулетики Большое также разнообразие В сулугуни Если хотите приготовить хачапури Обязательно отправите в него Сулугуни Все продегустировали Тут все съели И сейчас пойдем Потребать сыр Как сувенир А вон моя жанночка И наконец-то После того, что мы прошли музей У нас теперь есть диплом Сырного эксперта Теперь я все знаю Про Костромской сыр И ежа с ними Теперь я уже знаю О том, что Самые дорогие сыры Это овечи И много таких еще Вот сейчас мы тут наберем сыр С грецким орехом С грецким орехом Вот этот вот Да, вот он здесь Вот и сейчас Друзья мои Мы тут наберем всего И потом поделимся с друзьями Итак, дети мои Это называется От нечего делать, купить Вот это Молочная костромичка Это типа коробки Коровки Конфетки коровки И это Сыр Малыш С грецким орехом И это Пить вредно Это детям сидр Это маме Это маме сбитень Он безалкогольный Ну и много еще разных Сыров Сувенирчик И того Вот это все обошлось У меня Вот это с трюфелем А это с трюфелем Сыр Всего мне это обошлось Две триста Друзья мои Но главное Не деньги Главное Удовольствие Друзья мои Кострома Начиналась С Юрия Долгорукого И здесь Здесь Есть памятник ему Посмотрите Какие тут дома Они тут Перемежаются Перемежаются Или как это правильно Называть Между Современные И старые Но все они В одном тоне В одной Какой-то Архитектуре И И современные И те Которые Постарше Они все Между собой Чем-то Связаны Как-то удачно Это все легло На улице Минус 11 градусов И вид вид Видный Приветствует вас На Костромской Земле Я Нахожусь На площади Семи Улиц Ой Семи Дорог В городе Кострома Там Стоит Памятник Ивану Сусанину Я уже Вкратце Вам Рассказывала Что он Сделал Именно Конкретно Для Нашей России Он В свое Время Спас Будущего Императора Михаила Романова Который И Увел В лес Поляков И там Погиб И Ну Погиб И Вместе С ним Все те Кого он Завел Непонятно Куда Заходимся В Костроме А Кострома Это Родина Снегурочки В этом Замечательное Видео Сообщаю Вам О том Что мы Ужго Обедали В таком Хорошем Месте Под названием Кафе Для ресторана Метелица У них Круглый год Друзья Мои Новый Год Потому Что Рядом Находится Музей Снегурочки И Каждый День Новый Год Музей Музей Музей